Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы разберем песню из кинофильма «Весна на Заречной улице», которая называется «Когда весна придет, не знаю». Данная песня поистине стала народной, все исполняют ее по-разному. Мы рассмотрим подлинную гармонию, которую сочинил автор. Автор музыки Борис Макроусов. Вступление содержит знаменитый оборот, который называется «двойная доминанта». Рассмотрим его. Тональность Ре минор. Что мы видим? Тоника Ре минор. Два раза. Двойная доминанта. Бас Си, септаккорд от Ми. Это Ми-септаккорд. Далее Ля-септаккорд. Опять Ре минор. Ми-септ. Ля-септ. И на фоне такой гармонической цифровки в правой руке звучит полифоническая фактура. Наверху педальки и в нижнем голосе заполнение мелкими длительностями. Послушаем. Вот здесь очень помогает нам первый палец. За счет того, что мы используем первый палец, мы можем полностью данные мотивы исполнить штрихом, который называется «легато». То есть связано, певучим. Рассмотрим аппликатуру. Верхний подголосок мы будем исполнять пятым пальцем, четвертым пальцем, снова пятым пальцем, снова четвертым пальцем. Вот этими двумя пальцами мы будем исполнять верхний подголосок. Остальные пальцы первый, второй, третий будут играть в мелкие длительности. Давайте сначала поиграем нашим пятым и четвертым пальцем только подголосок вместе с левой рукой. Именно так. Потому что даже вот это место, после ноты ля четвертым пальцем, вот так, небольшой подворот руки и пятый палец на фа, так нужно. Потому что в это время остальные пальцы будут задействованы. Теперь пробуем вместе. На первую дольку у нас пауза. Мы играем только верхний звук. Теперь начинаем подставлять мелкие длительности. Это первый такой мотив. Нажимаем ре, потом ми, фа, ля, до диез ре. Далее четвертый палец у нас на ноту ля идет. На следующий подголосочек. Ля держится. Дальше до диез ре фа, ля вторым и ре первым. И вот за счет того, что у нас четвертый палец на ля, мы можем на фа связанно подставить пятый палец. На нотку фа вот она будет. Следующая. Это третий мотив. И будет фа, соль, диез, си, ре, до диез ре. И вот четвертый палец идет на ми. Следующий подголосок. И здесь соль, ля, до диез, до бикар, до диез. Медленно соединим все эти мотивы. Первый. Второй. Третий. Четвертый. И то же самое ниже октавы. Попробуем это исполнить двумя руками. Торопиться никуда не нужно. Здесь можно варьировать темп. Это вступление, как раз которое содержит в себе переживание, образность. Переходим к разбору куплета и припевов. Слушаем, что происходит в первом куплете и первом припеве. Попробуем это исполнить. 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 Мы слышим, что припев после первого куплета исполняется один раз и разрешается сразу вниз. Подголосок, который есть за вторым разом, он будет проходить дальше. В первом куплете его нет. Это первый момент. Следующее. Рассмотрим основные гармонические моменты. У композитора в подлинном варианте сразу начинается куплет с ре минора. Есть вариант исполнения, когда начинают с ля септа из-за такта. Так вот, у композитора сразу начало в ре миноре. Вот он в ре миноре. Вот. А далее уже вторая фраза начинается с ля септа аккорда. И вот этот момент. Возможно, исполнение, так все играют. Просто до септ аккорд. Или соль минор, до септ, фа тоже. У композитора здесь бас до, первый аккорд, си бемоль, мажор. Потом уже до септ и фа. То есть вот так вот. Смотрим это вместе. Сначала. Вот. Перед припевом добавляется в правую нотка ми бемоль. Получается своеобразный фасепт аккорд. Это такие ходы есть у композитора. А вот здесь что мы слышим? Именно соль септ аккорд. Не бас ре, а септ аккорд от соль. А теперь уже соль минор с басом ми. И далее сразу ля септ. Вот именно такая последовательность гармонии у композитора. Не все так играют и немногие так играют. Поэтому я не буду высчитывать на какие доли это происходит. Я сыграю все это медленно. Куплет плюс припев. И кто внимательный, кто захочет это осмыслить и понять, тот поймет на какие такты и на какие доли меняется гармония. И попытается ее сделать. Слушаем. Музыка. 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 Вот. Это мы исполнили первый куплет и припев. Первый припев звучит один раз и разрешается сразу вниз. Теперь переходим ко второму куплету. Так же начинаем. Музыка. Музыка. И вот здесь уже не идет вниз. а потому что мы сейчас будем подходить к верхнему подголоску. Здесь мы играем вот так. Остаемся на соль минори. И в мелодии фа, соль, ля, а здесь бас, до опять. Си бемоль, мажор и до сэ. И вот уже за вторым разом пойдет место. Давайте еще раз это сделаем. И вот здесь сразу у композитора соль минор. Все продолжают роминорную функцию. И вот здесь меняют. А у композитора сразу. И вот здесь уже сразу ля сэ. Смотрим еще раз припев за вторым разом. Вот и сразу соль минор. Все играют, оставляют роминор. И сюда соль. А нужно сразу. И теперь сразу ля. Дорогие друзья, ясно, что большинству данные моменты не принципиальны. Но поскольку была просьба одного из подписчиков разобрать данное произведение, я постарался преподнести вам подлинную картину. В заключении давайте послушаем его целиком. Дорогие друзья, ясно. И вот здесь уже meal. И вот здесь. Поехали. И вот здесь. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА